Продолжение следует... Продолжение следует... Воры в законе посчитали фронтовиков предателями, отказались принять их в свои ряды и наградили уничижительным прозвищем «суки». Суки, прошедшие ад штрафных рот и познавшие ничтожность цены человеческой жизни, ответили законным ворам кровавым террором. Эта беспощадная, растянувшаяся на послевоенное десятилетие битва получила название «Сучьей войны». Зародившись в мрачных лабиринтах ГУЛАГа, «Сучья война» вскоре выплеснулась за пределы запретных зон. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Мысли есть. Спасибо, Михаил Ильич. Спасибо. Да, Егор Никитич, ты фотографии-то заберешь, хотя бы посмотришь. Еле метель. Ну, конечно, давай. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok А мы знакомы? Неважно. Садитесь, я подвезу. Спасибо. Мне до работы два шага. Я сказал, в машину садитесь. Нет-нет, Лидия Олеговна, не волнуйтесь. Ничего страшного, так легкое недомогание. Чисто женские дела. Я думаю, через час-полтора. Только вы не забудьте и сразу предупредите, хорошо? Спасибо. Я не понимаю, какая была необходимость дергать меня в начале рабочего дня. Прохор Петрович будет недоволен. Вы же предупредили. Плохо вы его знаете. Потому я и рассчитываю на вашу помощь. Я не думаю, что... Думаю здесь я, Анна Антоновна. Вы даете лишь пищу для размышлений. Бывает, упускаете нечто важное. А что вы имеете в виду? В своем отчете вы упоминаете о встрече товарища Купленова с начальником милиции Обчаровым и начальником ОББ Драгуном на содержание беседы ни слова. Почему? Потому что мне оно неизвестно. Товарищ Купленов встречу не планировал. И тем не менее, битый час, забросив все дела, говорил о каких-то пустяках. Я не думаю, что это были пустяки. Вот, значит, что-то произошло. Вы не знаете. То есть не знаю я. Вы пишете. На встречу Обчаров пришел вместе с Драгуном. Ушли порознь. Почему? Я не знаю. Майор очень торопился, сделал один звонок и убежал. Поговорить с ним не удалось. Кому звонил Драгуна? С какой целью? Следователь военной прокуратуры майору Орлову. Договорились о встрече. Орлову из военной прокуратуры. Я хочу знать, о чем говорили Купленов с Обчаровым и Драгуном. И зачем потом Драгун поехал на встречу с Орловым. А как я это узнаю? Анна Антоновна, мне ли вас учить? Вы с вашей привлекательностью и обаянием способны на ногу. Вас расположить к себе мне не удается. Это не так. Просто вы меня мало знаете и несколько опасаетесь. А зря. Я бы хотел, чтобы наши отношения стали более... Совсем забыла. Полковник Буров дважды приглашал меня в ресторан. Следует ли мне пополнить отчет с содержанием наших бесед? Грубо, Анна Антоновна. Нет. Содержание вашей беседы с сотрудником центрального аппарата МГБ меня, начальник местного управления, не интересует. Вы свободны. До свидания, Виктор Иванович. Анна Антоновна. Имейте в виду, полковник Буров, в городе ненадолго. До свидания. Губенко! Пригласи мне на беседу следователя военной прокуратуры майора Орлова. Сюда его, товарищ подполковник? С ума сошел. Он что, агент? В управлении. Завтрак к десяти. Понял, товарищ подполковник. Свободен. Войдите. Проходите, садитесь. Почему вы нервничаете? Я спросил, почему вы нервничаете. Знаете, я человек сугубо штатский. Я всегда нервничаю при начальстве. Ваша военная специальность? Ее нет. Меня забрали в сорок четвертом. Тотальная мобилизация. Никакого обучения не проходил. Я просто солдат. Пушечное мясо. Если вернуть время назад, вы предпочли бы плен в гибели на поле боя? Конечно. Повторяю, я штатский. Обыкновенный школьный учитель. Не знаю, о чем я тоскую. Покоя души моей нет. Забыть ни на миг не могу я. Придание далеких лет. Дохнуло прохладой, темнеет. Строится река в тишине. Вершина горы пламенеет на дрейном закатном огне. Для германского учителя вы неплохо знаете гейна, запрещенного. Боже мой. 14 лет назад. Гитлер идиот, окруживший себя бездарями. Но согласитесь, запрет гейна из-за того, что он еврей, родственник Маркса, не главная их ошибка. Интересно. Я имею в виду сам факт. Кстати, для русского у вас отличный хокдойч. Данки. Угу. Ты сегодня сколько спал? Точно не знаю, но часов пять оторвало. А что? Беречь себя нужно. Спать. Отдыхать, есть горячее. В столовке вашей суп дают. Ты ведь не ходил. Куда я? В конторе даже не был. Мотаюсь с утра. А за суп откуда знаешь? Василий Макарыч был. Кровь сдавал. А, ясно. Так, а Яша с Юлей что? Юля вчера была, а Яша сегодня подойдет. Крови достаточно пока. Так, что Леха? Состояние стабильное. Поддерживаем как можем. Поим, кормим. В смысле поим, кормим? Он же в отключке. Смешно это горо. А картошка для чего, по-твоему? Ты сказала глюкозу делать. Ну, так а глюкозу зачем? Не знаю. Так, давай-ка мы тебе сегодня сделаем укол. Зачем мне укол? Ты же сама сказала, лекарства не хватает. Больным делай. А ты здоровый. Я нормальный. Тогда снимай штаны. Да шо ли? Ты чего, Даша? Я думала. Маленькую для альбома. Ну, а эту... Куда такую? Ну, ничего, переделаем. Извини, не подумал. Да, Ашка, ну ты чего? Ну, что ты? Ты погоди, милок. Дарья Кирилловна занята пока. Подходи-ка, проходящий. Был вагон, остался ящик. Берем точильный камень. Здорово, Рябой. Что за кипыш? Да, фигня. Вон, плохов разводится. И готово! А ну, Галец, держи. Было трудно, станет просто. Было тупо, станет остро. Проверим? За вишке-то дело есть. Бритва броет, камень точит. Кто красиво мыть не хочет? Я бы взял. Разбирай, осталось малость. Гладко бритву встретишь старость. Сколько вам? Две? А вам? Зарезь, тетка. Вот, правильно. О. Секи за ней. Коли фраер бурый нарисуется, прохоряй, яловая, клифт кожаный, голубоглазый. За ним ходи. И что, целый день дожидай? Да хоть неделю. Да. Тетка еще. Высокая, худая, богато одета. Сразу замятна. За ней тоже ходи. А после приканаешь в шалман на Садовой. Прогонишь ее как? Усек? Усек. Саш, мне этот хвост уже надоел. Диня, что я могу? Ты же знаешь, у них приказ. А у меня отпуск. Товарищи, вы покупать будете? Да. Правду извести. Медицинский работник и молот. А и советский спорт, пожалуйста. Возьмите. Молот, пожалуйста. И подскажите, есть еще что-нибудь местное? Только молот. Вот правда. Учти, Липа, машина будет нужна через час-полтора, так что не задерживай. А что с ключом? Что мне сказать Гале? Липа, что ты с под меня хочешь? Команду я дал, люди работают. Что еще? Прохор Петрович, у нас гости. Зинаида Илларионовна. Здравствуйте, здравствуйте. Рад видеть. А то что-то не балуете нас своим вниманием. Добрый день, Прохор Петрович. Ну что, работа. Познакомьтесь, это мой муж Александр. Купленов, первый секретарь. Григорьев Александр Иванович. Наслышаны, наслышаны о ваших открытиях. Как говорится, бороться и искать. Найти и не сдаваться, все верно. А это супруга моя, Олимпиада Семеновна. А это наша землячка, товарищ Ермолова из Москвы. Академик медицины и, в общем, мировое светило. Прохор Петрович, право, неудобно. Зинаида, очень приятно. Олимпиада, очень приятно. Простите, нужно идти. Я надеюсь, мы еще увидимся. Ну, присаживайтесь. Анна Антоновна, нам бы чекло. Анна Антоновна, пригласите ли на завтра для моей сестры у вас? Пожалуйста, Олимпиада Семеновна. А вы присаживайтесь, товарищ. Разрешите, товарищ полковник? Проходи, проходи, а то заждались. Здорово. Какими судьбами? Да вот, например, узнать, какого черта ты вчера делал в 421-м лагере. Начальник лагеря Рогов стуканул. Рогов, не Рогов. Ну, какая разница? Важно, что интендантами занимаюсь я. Так, тоже против. Я же не про интендантов разговаривал. Так, были свои интересы. Вот заехал, проверил. Василий Макарович, я что-то не в курсе приказа, что мы должны оперативные разработки с Орловым согласовывать. Значит, будет тебе приказ. Да, Василий Макарович? Не понял. Майор за материалами приехал. Хочет у нас складское дело забрать. Забрать? С чего это? Ну, ты же сам заметил, что ножевые охранников на складах и убитых интендантов совпадают? Экспертиза подтвердила. Значит, одних рук дело. Ты решил поработать за меня? Так а что? Я, пожалуй, сразу же на пенсию пойду. Да, Василий Макарович? Что я тебе говорю, майор? Егор, послушай, я военному прокурору доложил. Он приказал дело у вас забрать. Но все-таки убитые военные. Я операцию на складах завалил. Друг плечо получил. Друг мой, Леха в коме сейчас. А ты хочешь, чтобы я так и остался по уши в этом говне? Забудь. Товарищ полковник, у меня приказ. А у майора Другуна такого приказа нет. И не будет, во всяком случае, от меня. Но могу кое-что предложить. На месте это там твой прокурор. Чайку еще? Ой, нет, спасибо, Галь. Пора мне, я машину всего-то на час выпросила. Ой, а мы уже на трамвай, а первой секретарши никак. С этим? Спасибо. Твоего трамвая хватило, не разгрести. А вот что, да то и секретарша, Галь. Ты ж знаешь, у него это еще с войны. Да ты что, уверена? Что до сих пор с этой секретуткой крутят? До сих пор. Вот видишь, а ты на меня пеняешь, что я с грузовиков малость беру и для нас с тобой на базаре приторговываю. Так жадность Гальфраера губит. Ой, Липа, а кинет тебя твой Проша. Сучкой со своей. И шо? Помер уйти с протянутой рукой? Нет, потому что сестричка твоя, младшенька, позаботилась. И на черный день кое-что припасла. Товарищ полковник! Хотел уточнить, как ваша идея насчет подвоза контингента? Если что, надо помещение подготовить. Я как раз сейчас заеду на почту, потом к старику и решу вопрос. Вас понял. В комендантском возле библиотеки Карлук освободим. Я думаю, человек на 20 будет. Как раз по поводу библиотеки. Чуть не забыл, спасибо, что напомнили. У вас же ведется учет посещений. Среди контингента? Да. Обязательно. Каждое посещение строго по заявкам. При отсутствии нарушений и замечаний. Будьте добры, подготовьте мне, пожалуйста, список наиболее активных посетителей. Вас понял, товарищ полковник. Вот и договорились. Всего доброго. Вот. Ну, как на Горобиловке? Что-то есть? Ту конину, извиняюсь, как корову языковым. Дворов в 40 обошли, никто ничего. Никаких следов. Тебя Орлов искал, ты в курсе? Да. Расставились только что. Полтора часа в кабинете его вчера просидели. Наше начальство решило теперь сообща работать. Информация обмениваться. И что? И что? Обменялось. И что они там наработали? Словесный портрет налетчиков интенданты дали. Патрули по нему уже работают. Теперь милиция подключится. А по конкретнее что-то? По наводчикам, по гидрокостюмам, например? Нет, тут пока новой информации нет. Орлов на водный след теперь подсел. Его отрабатывают плотно. Водный след. Какой новодец след? Ну, на склады налетчики сырьки подошли. И машину интендантскую также у реки нашли. Водный след. Да это пахать до морковкиного заговения можно. На тракторе Паши Ангелиной. Река большая. Лодок немерен. ОББ майор Драгуна. Да, Арменчик? Опа-ньки. Опознали? Так. Так. Михаил Ильичу позвонить? Понял. Все, до связи. Отлично. Молодец, Армен. Обоих нашли. И шофера, и экспедитора того самого Зиса, который с автобазы угнали перед нападением на склады. Как и думал, по маршруту от автобаз до складов? Да. Два трупа нашли прямо у дороги. Ясно. Любопытно, что экспертиза скажет. Те же яйца или новый геморрой? А что по грабиловке? Выводы есть? Ну смотри. Конный патруль. Одного с нагана сразу положили. Другого с этого же нагана ранили. И потом ударом в горло добили. Так. Сознательное убийство сотрудника при исполнении. Да. Зафиксировали. Теперь дальше. У двух других. Ни ножевых, ни пулевых. У одного свернута шея. В смысле сломано? В смысле свернуто. Орудие убийства голые руки. У другого проломлена грудина. Тупым предметом. Ломом, куском трубы. Вот Михаил Ильич тоже так поначалу думал. Потом пригляделся к пролому. Оказывается, чем-то гораздо шире. Чем бы это? Колено. Судя по общей картине, правое колено. То есть, убийца правшая. Никитич, что ты дай колено? Кто может убить колено? Кто? Тот, кого учили этому. Я, например. Где же такому учат? Нынче не знаю. А до войны в Москве инфискульт, военный факультет. Предмет называется боевое санго. Я еще самого Ощепкова застал. Кто это? Ощепков Василий Сергеевич. Человек-легенда. Борец-разведчик. Я вот и думаю. С такими навыками, в принципе, убийца на грабиловке мог быть и один. Уверен? Допускаю. Я там походил, поприкидывал, примерил на себя. Смог бы? Если бы приперло, думаю, да. Ладно. Нападение на колонну и на склады вяжется по ножевым. Но на грабиловке пока не понимаю, что у них общего с теми. Личность убийцы. Его подготовка. Закончил? Угу. Ну, чего там? Про нас пишут? Так как-то не особо. Даже обидно. Про склады ни слова. Про нападение на тебя тоже ничего. По машине только объявление. Это по первой с автобазы, что ли? Разыскивают? Ну да. Обращение к гражданам. Если увидят, сообщить к вас следует. А по трупам ничего? Ну там, некролог или еще что? Нет. Может, не нашли еще? Что, так плохо работают? Да плевать. Нам проще жить. И мы лучше как дверь открывать будем? Да, был бы инструмент. Руки-то есть. И когда он будет? Скоро. Потому что мое железное правило ищите женщину. Как всегда сработало. Как? Ты же сказал, что с инструментом она тебя обманула. Да, так и есть обманула. Только теперь она мне его найдет. Ну, расскажи, как это было? Да как? Ну, как обычно. На кровати, на полу, сзади сидя, стоя. Ты знаешь, вот не молодая, но опыт. Как кошка. Ну, почему ты решил, что теперь она будет искать какой-то инструмент? Похоже, ей и твоего достаточно. Запала она тебе в душу, а? Да будь уверен, она мне его найдет. В стену ее квартиры замурован сейф. Там, видать, что-то ценное, ключ утерян. И она рассчитывает на меня. Здорово, Клавдия. Ну, как торгуем? Фу, Галка, ебть. Где тебя черти носишь? А что такое? По-моему, как обычно. Уркаганы на меня бочку накатили. Чего это? Да из-за хахана твоего. Да ну тебя. Я бы с врагом пришли, а он бум, шмяк. У меня вон руки. Тихо будь, не ори. Давай разгружаться. Ты уже решила. Тихо будь, не ори. Добрый день, девушка. Здравствуйте. У меня заказ Москва на 17.15. Будьте добры. Присаживайтесь, товарищ. Сейчас запрошу. Как будет канал, вызову. Спасибо. Привет. Солнышко. Да, 17.15. Да, заказывали позавчера. Привет. Какой-то ты сегодня важный. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Я же на работе. А ты что на работе? Не можешь поговорить серьезно? Это невозможно. У меня квитанция перед глазами. Смотрите еще. Что ты сказал, прости? Я говорю, как с тобой вообще можно поговорить? Это невозможно. А смотрите еще. Армончик, прости, ты же видишь. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Ты знаешь, мне даже как-то снилось, что ты придешь и скажешь. Хочу с тобой серьезно поговорить. Девушка, подскажите, пожалуйста, где я могу отправить телеграмму? Слушай! Уважаемый, здесь переговоры, там телеграм. Спасибо. Товарищ майор, это у вас местная газета, или я ошибаюсь? Так точно местная. Позвольте полюбопытствовать. Москва, вторая кабина, Москва. Спасибо, товарищ. Скажи, зачем не хочешь? Картина, говорят, отличная, трофейная, музыкальная. Да и потом у Яши день рождения. Все наши собираются. Армен, ты моего брата не знаешь? Он меня теперь уже и с работы встречает. Так что завтра ничего не выйдет. Что делать? Ты ты у меня спрашиваешь? Прошу прощения. У него абонента не оказалось на месте. Могу я перенести заказ на послезавтра, на это же время? Конечно. Секунду, я выпишу. Спасибо. Павел Николаевич, а как давно вам говорили, что вы... чертовски хорошо танцеваете. Вы мне льстите. Моих способностей нет ничего особенного. Это уровень любого уважающего себя официального. Тем не менее, спасибо. А уходить от ответа на четко поставленный вопрос социального. Тоже профессиональное качество. Мои командировки довольно частые. Но девушку, которую хотелось бы везти в том числе, и по паркету встречаешь, к сожалению, не каждый день. К сожалению. Черт, вы правы, прозвучало не очень тактично. Видите, сказывается отсутствие практики вообще. Отмучился, сынок. Помянем. Примите наш. Завтра хоронить. Как из мусорского морга забрать, прикинул? Сяву до деревни отправил. К бабке. Она тело заберет. Не осветится из Навара, я в бегах. Деревни схороним. Я туда на похороны могу съездить. Ладно, горе-горевать, дело делать. Жиган, скажи, дед в Аравии за базар. Были? Накатили на торгашку. Раскололось. Был такой фраер. Приходил. С ее подельницей барыга варковал. И что? Где живет-ка? Да бывает. Не знают, она где хаза или. Колодца не хочет. Но мы стремных оставили, секут за ней. Вся должны приканать. Что за люди? Надежнее? Рябой подо мной ходит. Шкет его. О, листы напомнили. У меня есть что сказать. Ромка. Фраера не было. Но брызгался, что с торгашкой дела ведет. Я срисовал. Ходил за ней? Нет. Без понту за ней ходить. Ее видал не раз. И хазу ее тоже кнопал. Что такая? Не знаю. Мы с Рябым у нее лопатик подрезали. Сключен, что у Каленова. Умеете искать вот это? Пойдем, Шкет. Подарим, что за хаза. А ну, сидеть. Куда вы имеете планы? Баруси, ничего, ножи поставить. Слушайте, Калюй. Я тоже терял детей. Только не имел их хоронить. И не имел узнать, что их убил лично. А вы можете и то, и другое. Так сделайте это. Что нам барыжница, зола? Кого нам надо, ты знаешь. Там будет одно из два. Либо нас приведет до него, либо он сам к ней пожалует. Езжайте в дерево. Вы там имеете дело серьезное. А мы тут пока что немножко разберемся. Что да как. Субтитры сделал DimaTorzok. Чем порадуешь, Гриф? Хорошие новости. Человек был. Встреча прошла нормально. Все обсудили. Хорошо. Какие наши действия? Все по плану. Ждем, когда все будет готово. И готовимся сами. А что ты имеешь ввиду? Ты нашел способ открыть деревья? Дверь я пока не открыл, но способ нашел. Рассчитываю открыть ее послезавтра. Надеюсь, не поздно. Это крайний срок. В следующей встрече в понедельник мы должны подтвердить полную готовность. Ого, это правильно. Еще горяченькое будет веселее. Как оно ехало? Нормально. Все, Егор Никитич. Хорошего, как говорится. Много не бывает. Ешь давай. И чаем запиваем сладко. Да все, куда уже? Я лучше Мишки с Арменом оставлю. А то они, небось, за весь день не росинки маковой. Все, я готов. Рассказывай. Добил я водителя нашего с продовольственных складов. Ну, точнее, его Шурина. Дай угадаю. Когда мы склады закрывали, водила твой забухал. И забухал не один, а с тем самым мутным Шуриным, о котором ты три дня назад нам рассказывал. Федор Акемич, елки-палки. Раз вы такой умный, в следующий раз фиг я буду по городу мотаться. Ладно, ладно, Ях. Можно погорячей. Продолжаю, тем более дальше не знаю. Вот, теперь рассказывай. В общем, все, и даже сестра его, все этого парни Шумутного зовут Рябой. Рябой. По нашим учетам значится? Нет. Где прописан, не проживает, не работает. Ну, я слухи собрал по земле. Ворон, щипач. В трамваях работает. Значит, думаешь, этот Рябой и мог банду на склады навести? Да. Рябой, Рябой. Да, Рябой. Яш, помнишь? Шпана на остановке. Ко мне приставал. Ну. Ну так вот, его зовут Рябой. Рябой, Рябой. Рябой, Рябей. По окончании Второй мировой войны в советской оккупационной зоне оказался пригород Берлина Баббельсберг, известный своим богатейшим архивом кинофильмов. Вся коллекция была изъята и вывезена из Германии, чтобы стать основой собрания, созданного впоследствии Госфильмофонда СССР. ЦК поручил Министерству кинематографии СССР отобрать и предложить часть трофейных картин для выпуска на экраны страны. Перед Министерством была поставлена важнейшая социальная задача – отвлечь население от трудностей и лишений послевоенных будней. Не сбрасывался со счетов и экономический фактор. Кинопрокат должен был стать серьезным источником пополнения бюджета страны. Из огромного массива трофейных кинолент отбирались прежде всего комедии, мюзиклы и приключения, не противоречащие требованиям цензуры. Все картины, вывезенные из Германии, были включены в коллекцию Госфильмофонда без каких-либо сведений об их авторах. Субтитры создавал DimaTorzok Не выходит, хоть убей. Зал не резиновый, еще ГОДД 10 билетов. Значит, оставляй первых лиц, а остальных урезай в равных пропорциях. Черт, сейчас уже люди пойдут. Здравия желаю, товарищ первый. Вокзал, почта, телеграф? Срочные пакеты из столицы. И что пишут? Не могу узнать, товарищ первый. Не подфартило тебе, что меня лично застал, да? Шо не понял. Ладно. Что-то еще? Никак нет, товарищ первый. Тогда свободен. Есть. Анюта, ты пригласительный директорам конезаводов имени Буденного и Первой Конной отправила? Конечно. Звонила. Оба будут. И товарищ Храпов, и товарищ Осипенко. Вот отлично. Значит, за банкетом мы поговорим. Хотя нет, лучше пораньше. Часиков на двенадцать. Ну что, второго смотреть будешь? Ну, смысл есть. Никакого. Ну, вот и я о том же. Трупы опознаны, причина смерти ясна. Особых примет по твоему утверждению нет, ведь нет? Нет. Ну все, я тебе верю. Слышь, Михаил Ильич, ты уверен, что этим трупом шесть дней? Ну, со швейцарской точностью утверждать не могу, но порядок, по-моему, такой. А, ты хочешь этих двоих к складам привязать? Назиста угнали перед самым нападением на склады. Нет. По ранениям не то. Почерк другой. Ну да. Так что, как говорится, чем мог? Спасибо. Что-то мы в последнее время с тобой часто видеться стали, а? Егор Никитич, не находишь? В том то и дело, что не нахожу. Поэтому и видимся часто. Ну так и ищешь же. Так ищу черных кошек в темной комнате. Да, Егор Никитич, ты к баллистикам не заскочишь. Я пули передам. Вот, возьми. Это с Вальтера? Может быть, я в этом не спец. А что? Ну, просто у Лехи из башки Даша такую же достала. К баллистикам. Спасибо. Спасибо, Михаил Ильич. Так, третий. Четыре. Четыре. Есть. И пятый. Аккуратней. Сталифа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что там, эксперты? Не знаю, что там, баллистики вычислят. Ну, пуля от Вальтера калибра 38. Тут гадалки не ходили. Будь здоров. Спасибо. А я бы на твоем месте, Никитич, постерегся. А то попадешь в плен одной версии, и потом сам не выберешься. Выводов пока не делаю, но факт налицо. Ну, вот вопрос на засыпку — это грабиловка. Будь здоров. Спасибо, Игорь Никитич. Так а что по грабиловке? Мы все округа ползали. Не знаю. Вопрос. Если те, кого мы ищем, такие упакованные, что оружие не взяли, то почему мародеры им побрезговали? Правду сказал. А вы-то что, хором заболеть надумали? А, пыль будь она. Старые дела роем. Армен просил. У меня кто-то каленый его интересует. Слыхал? Каленый? Каленкин Виктор Анатольевич. 1903 года рождения. В Ростове с 1931-1932 года. Последние дела. 1932. Три года. 165-е. 36-е. Разбойное нападение. Бандитизм. Убийство. Десятка. Из лагеря бежал. Потом снова попал и снова бежал. Еще до суда в составе группы, перебив конвой. Потом создал банду. Сорокова мы на него вышли. Многие повязали, но каленый ушел. Так что у Армену этот каленый? Да подробностей узнать времени не было. А что-то сорока ему принесла. О! Армен! Он где у вас черти носит? Ой, Городжан, извини. За посылкой заехал, да? А что, уже оврал? Ну-ка скажи, чем тебя этот каленый заинтересовал? Знаешь, перед самым налетом на склады, в одном притоне один щипач Кликуха Рябой продулся в буру, да? Рябой? Ну, ну продулся Рябой что? Слушай, стал в долг просить. Мол, под какую-то долю, с какой-то деляги, в которой он как бы вроде и завязан, да? И что бы вы думали? Ему дали. А каленый тут при чем? Такара тот, который Рябому долю должен. Каленый есть. То есть, в долг дали под каленого, да? А вот тебе бабка и Юрий в день. Ай, дамы, молодца. Даже по щипачам не за так намылились. Рябой и каленый. Эй, на каленого что-нибудь нарыли? Ну-ка, доделаем. Мы осознаем, каков уровень принятия решения. Согласен с вами безоговорочно, Семен Михайлович. Вопрос персональной партийной ответственности. Как же иначе? Так мы как раз собрались с товарищами. Непременно-непременно. Всего доброго, товарищ Марш. От товарища Буденова вам, Иларион Тимофеевич, персональный. Спасибо. Говорит, надеясь на боевого друга. Вот как. Так мы разделяем, товарищ первый секретарь. Ну, все же понятно, Москва. Всесоюзный ипадрон. Непаран чихал. Но главное, будут же шконзаводы, которые не находились на оккупированной территории. И шо? Вот, Иларион Тимофеевич в прошлом году дал рекорд по шерсти сальского мериноса. Всем КГ с головы. Так кто же овца, Прох Петрович? А мы же коньях. Не, ну, конечно, красавцы, резвые, строение, мучное. Не даром же имена и Буденовские, но только два года не испытаны еще. А чем московский ипподром не испытания? Сам маршал будет. Может, кто еще выше. А потом, если в сборную Союза возьмут, так это ж звезда героя соцтруда. Овчинка в отделке стоит. Ну, не знаю. Не уверен я. Не знаю. Эх, или грудь в крестах, или голова в кустах. Даешь команду завода имени Буденного. Вот, казак, вот, генерал, ай, молодца. А ты, Храпов, жизнь проспишь. Не уверен я. У Илариона Тимофеевича и кондиции получше будут. Ему и флаг в руки. Ну, да, и в жопу якорь. Спасибо тебе, Храпов, за добрую напорту. Анна Антоновна, зайди к нам. Прог Петрович, распорядиться надо бы. Условия на ипподроме сорганизовать. Команду расселить? Так, а я что? Я занимаюсь. Анна Антоновна, свяжись с нашим ипподромом. Тренировочный сбор для команды завода имени Буденного. Шеребцы двухлетки, десяток. Пусть обеспечивают. Значит, с завтрашнего дня и по пятницу. А там уже покорять столицу. Да, Анна Антоновна, свяжись с продовольственными складами. От моего имени. Коням усиленный фураж. Команде боёк первой категории. Что, Храпов, не передумал? Нет, не потянут мои пока, Прохор Петрович. Ладно. Значит, Осипенков с командой в Москву. А к тебе, Храпов, начиная с завтрашнего дня, комиссия партийного контроля. Вот так. Как служба, майор? Чем занимаетесь? Да как обычно. В основном, конечно, воруют. Но если серьезнее, кое-что. Сейчас, например, разбоем занимаюсь. Нападение на интендантов. Машина интендантов, три трупа. Да. Так точно, товарищ подполковник. И как? Подвижки есть? Кое-что есть. Ну, рано пока говорить. Но информацию накапливаем. Версии отрабатываем. Ознакомьтесь. Обычная накладная на возврат груза. У нас в прокуратуре оформлялась. И эта накладная соответствует протоколу осмотра места происшествия машины интенданта. А как иначе? Думаю, данные в накладную с него и взяты. А вы взгляните на этот документик. Заявление заведующего склада. Товарищ подполковник, машина какая, а? А дорога? Побились бутылки? Там же указано, бой стекла, запах. А мешок картошки тоже побился. Не совпадает количество на один мешок. Черт. Между прочим, по указу от июня сего года за подобное хищение десятка как с куста. Это по гражданскому суду. Но уж в военном трибунаме... Подождите. Вы меня что, в краже подозреваете? Да это просто недоразумение. Нелепость ей богу. Готов выслушать ваше объяснение. Товарищ капитан, может сгоняют заправиться, а то до Каменска не доедем. Потом, потом. Сто жди. Фамилия? Иванова. Саня, Саня, примите гражданечка, гражданечка, пожалуйста. Дежурный по ГВД, старший лейтенант Кирьянов. Здравия желаю. Здорово, лейтенант. Мне бы повидать майора Драгуна. У себя? Никак нет. В городе где-то. Когда будет? Да кто же его знает? Может, что, передать? Он точно появится? Да нет, не могу. Лично должен повидать. Ладно. Извините. Итак, уточняю боевую задачу. Наша цель – Рябой. По прочим щипачам работают опера «Сугро» и района. Значит, общую картину не упускаем, но помогаем, если только без нас никак. Зазря не светимся. Ясно? Так. Рябовы видели только Яша и Юля. Они наши глаза. Работаем за ними парами. Армен – Мишка, Федор – я. Юль, давай еще раз, чтоб врезалась. Ну, цыганенок такой. Среднего роста, худой. Пиджак темно-бежевый в клетку, брюки серые. Все. Ну, что еще? Глаза зеленые. Но он наглый. Все. Все. Поклонен. Здравствуйте. Продайте лишних лет. Спасибо. Сюда говорю, Витя. Продайте лишних лет. Витя! Товарищи, товарищи! Сегодня исключительно подреклотительно. Лишних не будет. Так что, просим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. С участием писарей Марьи Кирилл. Да. Ну, не вспомнили, конечно. Ирмай. 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 Влево, а не за ним влево. У него, понимаешь, нет патрона. Но он выкрутился. Выкрутился, потому что он мастерился. Сергей. Что я его покрою, чтобы он меня пригласил? Настя! Настя! Привет. Ну что, есть приглашение? Как обещал? Васята! Здорово! Земеля, сколько лет не виделись, а? Э, 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 парень. Ты познался, друг? Я, Коля. Извини. Вот черт. А похож. Ну, с праздничком. Спасибо тебе тоже. Удачи. Удачи. Обознался парень? Даш, привет. Хорошо, что пришла. Привет. Мы работаем, извини. Увидимся в кино. Пусти, полки позорные! Поговори мне еще! Принимайте медики! Я еще не делал! Пусти! Ну что там? Не как повязали когось? Какой-то шлемар решил поработать у мантов под носом. Я говорил мама, если Бог не дал у маму, будешь кушать в салону. Почетное право разрезать ленточку и открыть первый в городе кинотеатр. Я хочу предоставить гостей из столицы, а в общем-то нашей землячке, выдающемуся ученому, врачу, победившему холеру, изобретателю в кризисе, и просто замечательной женщине, товарищу Ермоловой. Товарищи, позвольте от всей души поздравить всех нас с этим праздником. Мы его заслужили. Я счастлива видеть, как неуклонно и стремительно оживает мой родной город. Растут предприятия, школы, больницы, жилье. Живой пример сегодняшнего дня – первый возрожденный очаг культуры – кинотеатр «Спартак». Да здравствует наша родная коммунистическая партия! Да здравствует наш великий вождь, товарищ Сталин! Под чьим мудрым руководством мы движемся вперед к новым свершениям и победам! Егор Никитич! Егор Никитич! Спокойно! Спокойно, Юлечка! Что, есть? Там он, на вход толчется. Хорошо. Акемыч, Армена с Яшкой к черному входу. Мишку здесь оставь на главном. Сам приходи к нам, мы с Юлей внутри. Пойдем, Юлечка. Молодец! Молодец! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ясно. Ну что, спасибо. Всего хорошего. Так. Что там в городе? Сюрприз, да? Сюрприз, да. Сейчас посмотрим. Егор Никитич, отдайте рукастому танкисту. Рукастому? У нас Мишаня рукастым суд дает. 163, Сьёш, начальник. Ложись, Смита! Юрий, быстро! Спокойно. Понял. Я на местах оставаться. Танкист! А ты же коробку с пленкой никогда не видел? Да не может быть. Не ошиблась? Ну ты, Мишка, дает. Танкист! Ты ведь всё налила, а? Танкист. Отлично. Так. А что там у нас есть? И ещё. Опа. Коньячок. Ребята, разливайте. Только Мишке больше не наливать. Да отстаньте, Мишка. Да отстаньте, Мишка. Это тебе, Яша. С днём рождения. Ого. Каверин, два капитана. Спасибо, Егор Никитич. Там нет за что. Дружок мой книжку нашёл. Ну что, Дарья Кирилловна, танцуйте. От Сани? От Сани. Ну, Егор. А? Ну, перестань. Извините. Ну, тут ещё лекарства для Лёхи. А, хорошо. Ты Саня телеграмму давал? По телефону разговаривали. Что за фильм-то? Трофейный. Бранден был. Почему 800? Юбилей города, что ли? Глянуть бы. Ты знал бы, где живёт механик со Спартака? Разбудил бы. Петро Петрович? Так он в Спартаке и ночует. У него же дом разбомбил. Да? Да. Так сейчас и поедем. Добро. Яков. С днём рождения тебя. Спасибо. Ура! Ура! С днём рождения тебя. Ура! С днём рождения тебя. Рисиковая импровизация. Вольная самостоятельность. Эй, дядь Варава, ты что-нибудь понимаешь? И что? Вот ты даешь. Хорошее кино не дивишься, как есть гибно. Петро, делайте что-то. Особенность в Бранденбург. Что у нас? С бойцов сняты все ограничения. Могут все что угодно пытать убивать любого, даже женщин и детей. По этой причине бойцы Бранденбург-800 принципиально не сдаются в плен. У каждого есть ампулы с ядом, которые он использует в критический момент. Егор Никитич, а что это было? Такое вот кино с немцами, Моня. Такое вот кино. Петро Петрович, а ты что, не один? А ты что, не врачи? С кем-то выпивал недавно? С товарищем боевым, партизановым, разом. А что, не можно? Ну, с боевым товарищем святое дело. Так, и я про тебя. Все чи что? Иди сюда, подивись. Да. Да, вот этот кусок. Вот этот. Угу. Спасибо. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok К началу Второй мировой войны в Германии было создано уникальное воинское подразделение Бранденбург-800 Батальон, впоследствии разросшийся до полка, а затем и до дивизии, был предназначен для разведки и диверсий Специфика Бранденбург-800 состояла в том, что он действовал только под видом подразделений противника В его форме, с его документами и оружием Критерии отбора были жесткими Знание минимум двух языков, интеллект, спортивная подготовка, способность к риску, импровизации, полный самоконтроль Личный состав активно изучал стрелковое и взрывное дело, боевые единоборства, медицин, ориентирование, управление транспортом и многое другое Особый приказ снимал с подразделения любые моральные ограничения, вплоть до убийства женщин и детей Бранденбург-800 пересек границы СССР и начал боевые действия 21 июня За сутки до нападения основных сил Германии Овощи, берите овощи свежие О, солдатики, здорово Как мясо-то? Свежачок, а? А нет, уже все продала Теперь ждите, как повезет Слушай, совсем молчи Я спрашиваю, вы отвечайте конкретно И предупреждаю, шутки шутить не надо Мы из милиции Наконец-то, а я уж подумала Вас ведь Галя прислала Дама, вы о чем вообще? Вам объяснили, вы не с того начинаете Не поняла Мишка, Джан, заводи кирогаз Слушай, что непонятно? Иди заводи и жди меня Я сейчас приду Ладно, понял, иду Заводить? Заводить, Ара, заводить Так я не поняла Ты от Галли или как? Слушай, я по-другому сказал, да? Нет А Он не в курсе Взял его на всякий случай, мало ли что Ага Галя-то что сказала? Сказала, что ты скажешь, да? Тут серьезные блатные на меня накатили Доброе утро, часовой компании Здорово, Никитич Да закемарил мой Леха Чуть не проспал, эти черти не разбудили И будильник, главное, вырубили Придурки А где они, кстати? Армен с Мишкой? Нет Клоуны, бим и бом Не было их Мы уже здесь около часа сидим Да? В общаге их тоже нет Произвольнется комната пустая Я автобуса нашел, слеп простыл Василий Макарович Доброе утро Да Извини Есть кое-что обсудить Когда? Понял? Да? Да, хорошо, займемся этим прямо сейчас Да, есть Так Яш Дуй к Росковой Галине Семеновне Вези ее сюда Будем делать очную ставку с Рябым Поговорить бы надо, Никитич Валяй О чем? Про оружие, что? На грабиловке не тронули Ты что, Федор Агенович? Ты как? Чего-ничего-ничего? Все путем Нашел их? Так А я думаю, что это за мародер нынче пошел такой деликатный То есть Коняшку разделать при четырех свежих трупах у них нервов хватает А стволами врезают Бабы Бабы? Бабы Трое соседки У каждой семеро по лавкам С пяти до одиннадцати Сами тянут, без мужиков Зарплата всего пару сотен Голодают Не знали они ничего Одна на выстрелы выбежала Уже все кончено было Потом других позвала Группа Трое Коняшка Хоть и труп Многою собственность Но и недонесение По червонцу минимуму Ну я про что? А с детьми как быть? А что ж ты мне раньше об этом не сказал? А? Думал я Думал? Яков в курсе? Нет Мы разделились Он по другим дворам ходил Да вот и крест не знает ничего Ладно В конце концов Наше дело бандитов ловить Этим и займемся Вот глянь Что мне Михаил Ильич напечатал Ладно Ух ты Надо же Воевали вместе Я конверты перепутал Ну все таки Да вместе Мы с мужиками В разведбате дивизии А Даша Дарья Кирилловна В дивизионном госпитале А рядом с ней это кто? Это мой друг Паша Даша Мож Погиб Держи Держи Ешкин кот Это что? Со вчерашнего кино? Из вчерашнего кино Ай молодец Михаил Ильич Знать бы только Что это значит Это значит А это значит Что мы имеем дело с элитным Фашистским спецназом Бренденбург 800 Слыхал о таком? Товарищ полковник За истекшие сутки В обверенном Здравствуйте Борис Иванович Ну что Как список пленных библиофилов? Готов? Так точно Павел Николаевич Вот список Интересующие вас лица Помечены красным Спасибо Борис Иванович Поработаю с этим Часок-другой Если нужно вызвать Кого-то из контингента Пожалуйста Сегодня выходной Да нет спасибо Если мне кто-нибудь понадобится Дам знать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вай Городжан Откуда знаешь Сами ей сказали Что побольше страху нагнать Мол Каленый нынче зверь Сына его днями убили Да? Это не на грабиловке Часов? Ай Аким Иджан Какой ты умный Да? А я вам о чем говорю Клава говорит Что жулики Зачем-то уверены Что Хахаль Гали С убийством этого сына Связан Да мало в чего Не уверен Не скажи Ну если они в пинкартонов играют Значит что-то знают По-любому Галин Хахаль Фигура любопытная Да и на Каленого Выходим напрямую Да? Как выходим? План есть? Конечно Слушай Жулики хотят Галиного Хахаля Будет им Галин Хахаль Завтра придет В лицо его Никто из бандитов не знает И тут такой я Та-ра-ра-ра-ра-ра Погоди Погоди Так Теперь выду тоже Значит все так Нападение на склады И на колонны интендантов Связаны по ранениям В этом сомнений нет Теперь дальше Вполне вероятно так же Что со складами Пересекается убийство Ради угона Зиса Об этом будет точно известно завтра Баллистики дадут ответ По пулю с Вальтера А с учетом этих фото Твои предположения По убийствам на Грабиловке Тоже Внушают Эй Я что-то не знаю Какие фото Интересно Со вчерашнего кино Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А что, поприличнее машины не нашлось? Да уж какая есть Пройдемте Вам сюда Ну что, Рябой Как ночь провел? Шконка не жестковата? Нормалек так покемарил Руки по шлам Ой, не прав ты Не спать надо было Крепко думать Мозгой скрипеть О чем скрипеть, начальник? Нет у вас ничего на Рябова Ну нету Егор Никитич Мы готовы Начинай Ксения Да не лицом пока Кепки снять Рябой сюда По середке встал Яш Приглашай Галина Семеновна Проходите Здравствуйте, Галина Семеновна Добрый день Посмотрите, пожалуйста А что-то смотреть Вот этот У которого штаны спадают Вы уверены? Да, конечно Шустрый Спасибо, Ваше Галина Семеновна Вы свободны Все, да? Да, все Ну, обращайтесь Хорошо Протокол составь Заключенных увезти Ну что, Рябой Теперь поговорим Серьезно Хорошо Бить будешь? На сегодня Армен Расскажи ему свою сказку А мы тоже послушаем Слушай С недели назад Как случай был Составилась на Хазе У Клёпа игра И Кент один А был троих в чистую А с четвертым зарубился Ладно Сидят они такие Транспорт с кушем До края катят Все на кону Иара Кенгуру вскрывает Фортова Эй, шалишь На вскрышке у другого Москва Редкий случай, да? Бывает Да дело не в том, что бывает А в том, что это бывает С тобой Ну-ка поведай нам Как тебе Клёпов долг дал И главное Под какие гарантии Вот Вижу, начинаешь соображать Почему-то не в уголовке А у нас В отделе борьбы С бандитизмом Федор Акимович Будь друг Обрисуй товарища Перспективы Зараз, Рябой Такое дело При налете на склады Трое убиты Двое ранены По нынешним временам Четвертак А наводчик Рябой Паровозом пойдет Чуешь? А кто сказал, что я навел? Так у нас здесь целое собрание Сочини Тут и зять твой Бухарик И сестра твоя И Клёпа Которому ты задолжал Именем Калёнова А возьмем Калёнова И всю Кодлу Дело пару дней Так они тоже молчать не будут Ну вот когда возьмете Тогда и побазарим Так ладно Не творово Там сейчас короче тетку Мусора увезли Что ты лепишь? Спотел Секретаря обкома Жены родная сестра Да век воли не видать В черный ворон посадили И в городскую свезли А как ты имеешь знать Что в городской? Так я сзади прицепился С имени и доехал Другим разом Имеешь звонить с автоматом Номер даст поликарпы Сбросишь его покушать Покушаешь и назад на дочку Фраер нынче у Клавы был Еще? Срисовать не вышло По нужде ходил Еще? Клава посулила ему Завтра ему золотишко подогнать Да он зуб дает Что он объявится Я это ворово Сукой буду не упущу Ты это к чему начальник? Это я к тому Басяк Что я столько на фронте Фашистского языка в плен взял Что твои каленыщи Это я уже на цугун дали Понял? Бесо гонишь начальник Фашистов фашист А здесь совсем другая опера А я слышал наоборот Что каленый нынче фашистам не брезвует Пригрел у себя там где-то пару-тройку беглых И ништяк А? Туфта это начальник Нету никаких фашистов у каленого Каленый кент с понятиями Сука это запотлал Уже с фашистом Уверен, что закаленного знаю? Я? Да век воли не видать Ты уверен, что ты закаленного знаешь? Ты, конкретно ты, уверен? Я сам по себе Так а мы за что? Смотри Колешь из-за склады И проходишь юзом А так Статья полста восемь А это из Минародини Эй, так семеру за кражу отсидишь И на свободу с чистой совестью, да? Какая семера? Да меня за склады и до лагеря не доеду На перебуду А за фрицев и до суда не доживешь Ах ты Ебва Я честный жулик Вы мне политику не шейте Это я тебе за шо? Никакой политики Смотри Признаешь кошелек Трамвай Отдаешь нам ключ И даже за склады Мы говорим с тобой без протокола Все честно Ну? Так шо? Семера Или четверта? Семера Ясень пень Ну вот и хорошо Тогда начнем с самого простого Где ключ из кошелька, что ты подрезал? Нету его у меня Мм Дай угадаю Потерял Выбросил в Дон И не знаешь, где он Ну, Рябой Видать, мы с тобой не договорились Конвой! Стой, начальник Ну? У Каленова ключ У кого ключ? У Каленова Каленова ключ Ммц Каленова ключ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На билетики передаем, приглашения не ждем, проходим в середину салона. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За билетики передаем, приглашения не ждем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Скрипач, падла! Попишу! Давай, рискни здоровью. Что, самый крутой, да? Думаешь, если Дед Варава тебя в шалман пристроил, можно понты колотить? Вали отсюда! Это наше место с Рябом, понял ты? Да Рябома твоему кранты, он на нарах со вчера еще. Место теперь мое. Это мы еще посмотрим, что Каленый решит. Как надо, так и решит. А ты, сука, считай, на пику сел. Ходи. Оглядывай. Вали, вали. Еще раз увижу, что на пацана бочку катишь, поджопников надоил. Герой. Точно говорю, лучшего места и придумать нельзя. Двор проходной и улицы довольно людные. Самое оно. Значит, решили? Берите мишку, езжайте туда, осмотрите все там. Я обсужу детали с Василием Макаровичем и вперед. Начальник ОБВ, майор Драг... Орлов. Здорово, Серега. Да, звонил, вопрос у меня... И у тебя ко мне. Ну... Прямо управление вызывал? И что хотел? Отдает, старюк. Так в чем вопрос? При возврате груза в машине интенданта в картошке оказалось. Но мешок меньше, чем накладной. Куда он делся? А ты не знаешь. Тебе и отдал. Так нахрена, что мешок, который мне отдал, в своей возвратной накладной указал? Да не я. Дежурный оформлял. Данные списал с протокола осмотра места происшествия. Орлов. Если бы ты знал, какой ты мудак. Не подумал, что дежурный с протокола осмотра перепишет. Ладно. Теперь слушай ты. Слушай, это важно. Брось все и срочно найди тех интендантов, что видели в лицо патруль. Наших подозреваемых. Да. Только брось все и срочно найди. Слышишь? Зачем? Очную ставку проведем. Жду тебя у кинотеатра «Спартак» к концу последнего сеанса. Если коротких вопросов больше нет, тогда до связи. Да? Давай. Начальник ОПБ, майор Драгун. Товарищ полковник. Добрый день. Конечно, могу о чем речь. А, кстати, о чем? Надо бы в одном дельце расставить точки над «и». Нет, именно вы можете помочь. А зачем откладывать до понедельника? Выходные выходными, работа работай. Думаю, буду у себя примерно через час. И где-то до 22. Уж постарайтесь, товарищ майор. Будьте любезны. Вот так, Анна Антоновна. Вы хотите обвинить майора Драгуна в хищении мешка картошки? Да бог с вами. Я похож на кретина. Ну, просто вы у меня в партии. Военную прокуратуру закроет Орлов. А чем же милиция хуже? Нужен кто-то там. Ну, вы просто спрут какой-то. Ну, вы же понимаете. Я здесь человек новый, а без сведений с первых рук никуда. Сэ-ля-ви. Вот ваше сообщение о встрече товарища Купленова с директорами комезаводов. Вы пишете, что генерал Осипенков готов предоставить команду на всесоюзные состязания. А полковник Храпов нет. И мы понимаем, что условия работы одинаковы, а результаты. Вывод. К Храпову необходимо присмотреться. Уверен, обнаружен факт охищения. Тот случай, когда информация и горячая, и ценная. Это комплимент? А почему нет? Мне вообще нравится ваш стиль работы. На том же банкете всего несколько танцев. Вы знаете все, что нужно. Причем из разных источников. Правда, связи лекарства, которые искали Овчаров и Драгун с мешком картошки, я пока не усматриваю. Но... Как? А майор Орлов разве он не сообщил? Вы же сказали, что беседовали с ним. Надеюсь, майор Драгун все прояснит. А я ведь осенью 42-го с этим Бранденбургом сталкивался. Да ну? Где? Открыто повоевать, правда, не пришлось. Но кровью попортили. Здесь, в Ростове? Да нет, на Кавказе. Ростов тогда уже под немцем был. А я тогда командовал отдельным батальоном НКВД. За Орджоникид забились. И как-то раз отправили нас в тыл, в Чечню. Там группа Бранденбург высадилась, чтобы поднять местных на восстание. Еле метели. Так что, накрыли их? Накрыли, накрыли. В момент десантирования. Человек 20 положили, а еще с десяток ушли. Ну, нас и бросили на розыск. У горы ушли. Под альпинистов работали. Ну да. Мы месяца три за ним и по горам лазили. Ну и казалось бы, все, вот место стоянки. Берем. Нет никак. Так и ушли гады. Это потом оказалось, что их два местных Абрека вывели. Ну и сами вместе с ним подались. Да вот такое вот кино. Ясно. Ну, это ладно. Какие мысли? Мысли самые нехорошие. Но если они здесь появились, а судя по складам, это не один такой. Это группа. Значит, есть здесь у них какой-то интерес. Погоди, погоди. А ты не думаешь, что это беглые? Ну, попал кто-то из них в лагеря и сбежал при случае. Возможно, так. Ну, допустим, допустим, я беглый фриц. Ну, что мне тут в Ростове? Медом намазано. Ну, заскочил, если дорога легла. Жратвы взял и в Турцию. В Турцию? Возможно. До Турции километров шестьсот. Для бешеной собаки не крюк. А с их подготовкой к границу перейти, это как нож в масло. Логично. Логично. Но, судя по грабиловке, не торопятся они в эту Турцию. Уверен, тут у них интерес. Тут. А если предположить, что тут они в банду влились, вот и весь их интерес. Исключить нельзя. Вот и я говорю. Сидели здесь, как побывавшие в плену. Сбежали. На это есть возражение. Ну, во-первых, с теми, кто попал в 108-й, уркам западло. А во-вторых, если выдали себя за военных, сучья война. Егор. Сучья война, это между урками. Теми, кто на фронте был, и теми, кто не воевал. А наш Бранденбург под урок никак не проханджи. С этим, пожалуй, соглашусь. Но пол 108-я. Урки же сами ее называют фашистское. Ну, презирают то есть. Что-то ты высокого мнения про наших урок. Я думаю, смело войной и голодухой все их дешевые принципы. Так, единицы какие-то остались. Полковник Овчаров. Добрый, Прохор Петрович. Работаем. Вор? Вор задержан с поличным. Потерпевшая по трамвайной краже его опознала. Понял. Буду. До свидания. Вот так вот, Егор. Завтра на ковер. Доклад по полной программе. Кража, грабежи, разбой, убийство. Еще этот ключ его родственницы Бутин не ладен. А его удожмем. И на Каленого вроде выход наметился. Думаю, через день-два возьмем его. Есть план. Каленый? Каленый, это хорошо. Ты сейчас мне про него расскажешь. А вот про Бранденбурга завтра я не доложить не могу. Что я скажу? Думаю, Василий Макарыч. Так думайте быстрее, пока они еще как-нибудь себя не проявили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем дело? Товарищ полковник, у вас все нормально? Да ставьте меня в покое! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, парочку. Стаканов мало. По одному в руки. Выпьешь? Придешь без очереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так я же не один, я с дамой. А с дамой можно. Стаканы все. Приносим само лично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И столики заранее не занимать. Галина Зименна! Галина Зименна, идите сюда. Здрасте. Что там? 1735. Я не поняла. Ну, а как же. Комиссионные, шофер, бензин. Товар дал в Кущевке. А это туда и обратно. Двести верст почти. Ладно. Вот накладные на два дня. Пойдешь в понедельник и в среду. Понял? Что там? Как обычно. Мука, крупа, картошка. Так, не Кущевка, так есть. Там уже ждут. Не, ну, хотелось бы консервов. Или мяса. Еще лучше водки. Навар большой. А ехать никуда не надо. Какая водка, придурок. По накладным поставка в детдома. Пей свой компот. Что скажете, бойцы? Я что-то никому похожего на тех с патруля не углядел. Что развеселило, сержант? Да так вроде один смахают. На кого? Вы видели кого-то похожего? Ну, мы продовольствие возим. По лагерям там, где немцы пленные. Вот там вот и видел. Вроде чутко так вот смахают на фрица одного. Кто-то из контингента лагеря похож на человека из фильма? Да нет. Кто-то из наших. Или из охраны. Или из МГБ. Я вот теперь всю дорогу путаю. НКВД нынче. Это теперь МВД или МГБ? Стоп. Вы сказали, офицер в патруле был в форме госбезопасности МГБ. Да. А в охране лагерей теперь войска конвоя МВД. Так кого ты видел? Да нет, это я так. Жан Шутко. Вы тут собрали у вас что, шутки шутить? Виноват, товарищ майор. Отвечайте четко. Видели ли вы кого-то похожего на подозреваемых из патруля МГБ, который останавливал вашу колонну на экране или когда-либо в жизни? Никак нет, товарищ майор. Никого похожего из патруля МГБ я не видел. Ни на экране, ни в жизни. Это точно. Так точно. Вольно, свободны. Ждите на улице. Значит, читаешь, в Бранденбурге эти у нас объявились? Да, дело серьезное. И как их искать, а? Разведка. А не надо никого искать. Есть план. Значит так, здесь ужмите до 100 строк, и это сюда встает. И быстрее, бегом, бегом. Это должно быть уже в печати. Извините, правильно ли я понял, что это инициатива сотрудников милиции сдать кровь, чтобы спасти убийцу? Да, вы абсолютно правильно меня поняли. И подчеркните, пожалуйста, слышите, подчеркните, пожалуйста, что преступник был настолько потрясен своим спасением, что через пару дней готов дать добровольные показания. Когда он вышел из комы? Напишите, как в этих случаях. Когда вырастался номер? Вас понял. Хорошо. Дадим полосу во вторничном номере. Нет, вы меня не поняли. Этот материал должен быть в завтрашней, утренней газете. Присаживайтесь. Спасибо. Если вы за мешок картошки, предстояние согласовал. Моя ответственность. Минуточку. Вас Орлов предупредил, что я вас из-за картошки вызываю? При чем здесь Орлов? Просто вы занимаетесь надзором, а пустякам вызывать не станете. Что за мной, я знаю. Так стоит ли ходить кругами? Логично. Ну, хорошо, будем считать, что вопрос закрыт. Хотя, признаюсь, эта история с лекарством звучит неубедительно. Почему? По факту передачи картофеля к госпиталю составлен акт, подписанный полковником Овчаровым, мной и исполняющим обязанности главного врача Демидовой. А к там вы, конечно, подложились. Не понял вас, товарищ подполковник. Ну, хватит, майор. Картошку едят, а не лекарства с нее делают. Отчего же? С мешка картошки получается 4 килограмма крахмала. Из него глюкозы. Сколько, не знаю, врать не стану. Но факт есть факт. А кто знает? Его главврача Демидова? Кстати, вы не в курсе, это ее наста девичьей фамилии или как? По мужу. Демидов Павел. Герой Советского Союза. Посмертно. Воевали вместе? Так точно. Павел мой близкий друг. А Демидова Дарья Кирилловна? Служила в дивизионном госпитале. Служила в дивизионном госпитале. Служила в дивизионном госпитале. Продолжение следует... 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 Дураки были. Опыта не имели, только инструкции. А ты что стоишь? Раздевайся, перевяжу. Чтобы жить, надо пить. Это мне сама Ермолова говорила. Помнишь, в сорок четвертом они с Бурденко у нас в госпитале пенициллин испытывали? Слушай, это когда меня в бессознанке Паша с Саней через фронт вытащили? Нет. Это когда у Паши чуть гангрена не возникла. Да. А ты Ермолова помнишь? Ермолова? Ну, она вчера перед кино выступала. Горму-то даешь. Что, правда не помнишь? Да шуль. Я вчера перед кинотеатром даже тебя не сильно видел. Ну да, вы же работали. Терпи, казак. Да уж зажило почти все. Я же говорю, как на собаке. Кстати, хотел спросить. Никто не звонил сегодня? Из госбезопасности, к примеру, там. Глава-эмолова Легу- Cathyl Примен. Я же говорю, что это значит. Терпи. АПЛОДИСМЕНТЫ В 1947 году все региональные комитеты ВКПБ получили закрытое письмо ЦК о деле профессоров Клюевой и Роскина. Статьи этих ученых-медиков по проблемам лечения рака были опубликованы в Соединенных Штатах Америки. Письмо отождествляло патриотизм с верностью коммунистической идеологии и настраивало на борьбу против низкопоклонства перед Западом. Письмо утверждало, что дурной и опасной болезни не подвержены рабочие, крестьяне и солдаты и четко называло врага интеллигенцию. Были указанные меры борьбы, повсеместное создание так называемых судов чести и публичное осуждение инакомыслящих. Эти процессы влекли за собой исключение из партии, запрет на профессию, а нередко и дальнейшее преследование органами госбезопасности. Наряду с закрепленным в Конституции СССР понятием «враг народа», в политической риторике стал быстро приживаться новый термин – «вредитель». Гора, даже если мне кто-нибудь позвонит, я свое решение не изменю. «нет» – значит нет. Понял тебе. Арестуем тираж, а что? Свободен. Я понимаю, война так быстро не отпускает. Ну, как тебе это в голову могло прийти? Боже, что с нами стало? Пойми ты. А я понимаю, Гора, и это ужасно. Я понимаю, что устраивая свою тонкую, свою безупречную, свою совершенную операцию, ты… ты просто не понимаешь. Хватит. Ты просто не понимаешь, что здесь госпиталь, что здесь больные, раненые люди, и некоторые из них находятся на грани жизни и смерти. А кто-то эту грань уже перешел, и у нас был реальный шанс с этим покончить. Ну, я тебя понимаю. Ты, наверное, не должен был. Прости. Ну, да. На фронте мы были совсем другие. Третий этаж в правом крыле. Угловая палата аварийная, она свободна. Постарайся, чтобы никто не пострадал. к этой стене поставьте. Еще пару к другой стене. Майор, где телефон ставим? На подоконник пока. Скажи бойцам, пусть еще пару тумбочек принесут. Подключил? Так точно. А что задом наперед? А ну-ка, боец. Синяя. Алло, Федор Акимович, как слышишь меня? Я тебя нормально слышу. Что? Где? Еду. Еду, говорю. Сергей, у меня убийство. Дождись меня. А почему вы сестре с утра звонили? Всегда так делаете или какой-то особый случай был? Да какой там особый случай, ничего такого. Просто я боялась за ней. Вот как мне ключ украли, так я и боялась. И вот. Понимаю ваше горе, Олимпиада Семеновна. Но надо держаться. Обещаю, преступников мы найдем. Найдешь ты. Ну и что? Сестру этим не воскресишь. Раньше надо было ловить. Может не сидели бы тут. Слушай, Городжан, товарищ майор, можно минуточку? Погоди. Олимпиада, Семеновна, подозреваете кого-нибудь? Почему вы так уверены, что напали тех, кто ключ от сейфа украл? А кто же еще? Бандиты же не за ложками, вилками, ее приходили за этими цацками дешевыми. Вы уж сами сказали, что как раз столовая серебро и пропало. И часики, и сережки золотые, и кольцо. Ну так сейф не смогли открыть, так поживиться чем-то надо было. Так значит в сейфе еще что-то более ценное. А что конкретно, знаете? Да ничего такого. Галя его не пользовала. А что? Сейф тут испоконный. Веку и при профессоре, который тут жил еще до войны. Он в стену вмурован и бетоном в пол зален. Ничего ж не пользовала. Судя по списку, положить было что? Так сейф-то ключом одним не откроешь. Механика там какая-то. Странно. Сейф не пользовала, а ключ с собой носила. Так он же ж в половину из золота и камешек там драгоценный. Ну, Галя, думала, думала, ну не пропадать же добро. Сейф-то все равно не откроешь. Она думала, к ювелиру свезти, переплавить. Товарищ майор, можно на минуту? Ну, как так? Дед Воров, ну, коль Шкет всю дорогу на стрёме был. Что ж фраер этот? Он что, в трубу, что ли, вылетел? Просто медика какая, а не иначе чудеса. Ну, я скажу. Шкет имел пять минут надойти до автомата, две минуты наделать разоговор и пять минут на ходить обратно. Время недостаточно. И что? А я скажу. Человек пришёл, сделал дело, что хотел и ушёл. Просёк, видать, что по суду. Я решил, что баба навела. А коль и так Клаве за ржьём на базар уже не сунется. И где его надыбать, ума не приложу. Ну, базар может и явиться. Что сказать? Искать надо, не иголка встал. Люди в курсе. Бешмон нужен по малинам. И в твоём районе тоже. Это заметано, да маяк кентам пригонят шалупонь. за ночь всё прошерстим. А что же? По всему выходят суки. Может и они. А может кто и похуже. Олимпиада, Семёновна, вы успокойтесь, пожалуйста. Поплачь, Липа. Поплачь. Что теперь? Судьба. Поплачь. Эх, Галя. Галя. Проша, ну как же так? Говорила ж я, Проша. Ну будет, Липа, будет. Ступай до машины, я зараз. Ступай, ступай, ступай. Ступай. Что, полковник, обосранцы? Где твоя вся милиция? Этот разведчик по борьбе с бандитизмом где? Здесь я, товарищ первый секретарь. Здесь он. И шо? Жаль, не военное время. Всех бы за саботаж без суда и следствия. Сроку вам даю три дня. Не справитесь, пеняйте на себя. Я это дело, сынки, беру под свой личный контроль. 18.00 у меня со всеми раскладами. Кто, шо и далее. Вот такие дела, мужики. Что скажете? Это что? Тушенка американская. Точно такая же, как в машине интендантов была. А здесь она откуда? Хороший вопрос. Правда, без ответа. Пойдемте в комнату. Здесь этой тушенки пять коробок. Еще рыбная консерва, и сгущенка, и водка. Даже икра кабачковая есть. Да, похоже, не простая была дама. Наша Роскова, Галина Семеновна. Слышь, Армен, как говоришь, товарку твоей клавы с базара звали? Не Галя? Слушай, да, думаешь, она? Ну, если так, то клаву эту навряд ли ты на рынке увидишь. И накрылся наш план со слежкой медным тазом. Я все-таки попробую. Попробуй. Давай, Арменчики. А мы здесь закончим его отдел. И за клаву на месте действуй, как договорено. Я все, отстрелялся. Ну и что соседи говорят? Да говорят, барыга, сестра жены нашего первого секретаря. К ней прям машиной возят. Что за машина, Ара, не приметили? Обижайся, начальник, чтобы наши люди что-то не приметили. Грузовик, госномер РА 0423. Надо бы пробить его. А БХСС на что? Считай их прямое дело. Вам пока и каленого за глаза. Молд есть? Спасибо. Медицинский работник, пожалуйста. Правду и известие. Говоришь, правды нет. Тогда советский спорт. Возьмите. Спасибо. Здравствуйте. Зинаида Иллариевна. Добрый день. Зинаида Иллариевна. Требуется ваша консультация. Простите, а по какому вопросу? По профессиональному. Суббопрофессиональному. Суббопрофессиональному. Эй, хозяйка, документы на рыбу есть? Что надо? Свидетельство о смерти? Слушай, как дела? Нормально? Здесь твои супчики. Где же быть? Здесь. А про меня сказала? Как просил. Сказала, что за золотом придешь. О, вон, пялится. Хорошо меня видит. Ладно, я пошел. Пусть Ара догоняет. Так что, Федор Ракимович, закончили там? Ну, еще эксперты. Да и без них было понятно, что на силу сейф брать никто не думал. А ключом? Погоди. Вот что важно. Мы связываем это с Каленым или нет? Так в том и дело. Ладно. Ладно. Армен, что? Понял. Я здесь пока. Я здесь пока. Все до связи. Все. Слава Богу. Я отъехал. Бойцы в твоем распоряжении. Товарищи. Задание будет небезопасное. Поэтому, если кто в себе не уверен, еще не поздно отказаться. Гора, бегом. Какие-то на черном вороне в процедурный даже забирают. Значит, это правда. Вы проводите эксперимент на живом человеке. В чем же эксперимент, Зинаида Ларионовна? Я наблюдала метод в действии. Я видела, это спасает людей. В госпитале армии США? Госпиталь. Это место, где лечат раненых. Какая разница, армия США, не армия США? Если речь о жизни человека, врач не должен об этом думать. Не скажите. Если это советский врач, то он не может об этом не думать. Дарья Кирилловна, вы понимаете, что наша официальная медицина таких методов не практикует? Наша официальная медицина практикует то, что может сделать на потоке. И теми средствами, которые доступны для массового применения. Зинаида Ларионовна, ведь до того, как вы сами создали вакцину против холеры и пенициллин, их же никто в стране не применял? Куда мы идем? Майор, ты... Товарищ подполковник. Майор, что здесь происходит? Задержание подозреваемых. Кого, майор? Это мои люди. Извините, на них же не написано. Майор, что здесь происходит? Черт тебя подери! Проводим операцию. Какую нахрен операцию? Разрешите вас на два слова? Чтоб не при гражданских. Держи. Дарья Кирилловна, могу я посмотреть на вашего пациента? Да, конечно. Леша! Дарья Кирилловна, Дарья Кирилловна, Я тут это... Малость... Подселся. О, как... О, как... Хух... Малость... 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 Девчонка в провинции. А какой урок нам всем преподала? Опыт уникальный. Ее нужно привлекать. Вы считаете? А как же? И Прохор Петровичу отзвонюсь обязательно. Такой человек и два года исполняющий обязанности начальника госпиталя. Это даже не смешно. И в Москве доложу обязательно. До свидания, товарищ Ермолова. Всего доброго. Виктор Иванович, я не понял. Так мы эту брать будем или нет? Ермолова когда уезжает? Завтра? Московским. Вот будет день. Будет и пища. Да вы с ума все посходили! Фашисты на моей территории! Кто за коперчик? Кому это в голову? Что такое? Мы заняты. Подполковник Старюк вы вызывали. А? Начальник госбезопасности? Проходи, садись. Ведь по твоему вопросу заседаем. Нападение на склады, автоколонну, конный патруль, дело рук фашистских диверсантов. А? Как вам это? Давайте, объясняйтесь. Мне кажется... Кажется, перекрестись. Товарищ первый, думаю, подобные сведения носят непроверенный характер и не должны вызывать панических настроений. Это кто тут паникует, а? Кто это тут паникует? Извините, я имел в виду... Имел он в виду. Знаем мы, что ты имел в виду. Давай ситуацию разъясняй. Считаю, кто-то либо решает снять ответственность за волну преступности в городе, либо поднять статус, создавая противника пострашнее. Виктор Иванович. А как же факты? Какие факты, Василий Макарович? Майор Драгон. Особые приемы ведения боя, владение оружием, совпадение почерка нападавших почти во всех эпизодах убийств. Помилуйте, ну где же тут фашисты? Ну вы, вы бывший разведчик. Вы что, не владеете этими особыми приемами? Владею. Но у меня на руке нет татуировки Бранденбург-800. Это факт, согласен. Но факт единичный, товарищи. Как мне сообщили, я тут же направил запрос, ответ будет на днях. Это беглый, товарищи. Если беглый, где ориентировка? Если из другого региона, она бы уже давно была. Если из нашего... Это исключено. Вы согласны, Прохор Петрович? Если из нашего, уж мы-то бы знали. Товарищ Первый, разрешите? Да говорю уже. А если произошла ошибка? И в другом регионе бежавших посчитали погибшими? Или хуже того, местное начальство, прикрывая свою задницу, решило скрыть факт побега. Что тогда? Анна Антоновна, а где у нас Буров? Музыка, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Тогда еще вопрос Помните, вы рассказывали о побеге пленных? Ну что вы, Прохор Петрович, этот побег был еще в феврале Всех нашли в течение суток Нет, всех ликвидировали при задержании Всех, да Спасибо И вам всего доброго, Прохор Петрович Всего доброго Во-первых, всем персональные партийные взыскания Пока устно Пока Во-вторых Разговоры о фашистах прекратить Их у нас нет И быть не может В-третьих Банду ликвидировать в кратчайшие сроки День прошел, осталось два Свободны Банду ликвидировать в кратчайшие сроки Банду ликвидировать в кратчайшие сроки Банду ликвидировать в кратчайшие сроки Как успехи? С инструментом все просто Надо же Свинья на память Просто цивилизованные люди Говорю, будет доволен Не поэтому Так Ты открыл дверь? Гриф точно будет доволен Банду ликвидировать в кратчайшие сроки Банду ликвидировать в кратчайшие сроки Банду ликвидировать в кратчайшие сроки Слушай, что, не вышел? Как говорит известная в городе Любаня, не суетись под клиентом. Он или наш, или Яшин, никуда не денется. Здорово, мать! Корешок мой живет тут у вас, рыбачок. А я фокеру запамятовал, чернявый такой. Артемка, что ли? Ага. Он рыбалит, я не знала. Рыбалит, рыбалит. Квартира какая? На третьем? На последнем этаже справа синяя дверь. Ага. Спасибо, мать! Ага. Ага. Рыбалит. Рыбалит. Браво! Да, руб, засту даю. Все дело в медведей. Тяжелено, не упрешь. В стену замурован, снизу бетоном залит. С кондачка его не взять. Стало быть, сука этот, хотел бабу на мальчика развести. Медведя опнуть, концы в воду. А мальчик-то вот он, он поди-ка его возьми. А я прошу. Ну, козел, что у бабы мальчика нет. Медведь ему не светит. Завалил его со злости? Да отвалил. Отвалил? Только ли в медведе, что ценное, он будет искать, как сделать. Там и нужно его дожидать. Слышал. Может, сами по медведю прикинем? Погляди. Может, и прикинем? Ну, это уже вообще никакие ворота. Товарищ, перестаньте на дверь. Стаканы возвращаем, граждане. Левяка, фраер. Я на озере Хасан. На всю балду контужен. Я на озере Хасан. 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 Поздравляю вас! Поздравляю вас! И она и просто была. И она сморозит. Эй, красивая, сделка пивка, а? Хорошо. Только по-нашески, с довеском. И сделана. Не морозит. Пожалуйста. Ну, что споешь, Бурундук? Был на базаре, кто не был? Все ништяк. Че, срисован что ли? А то. С базара до самой хазы за ним чапал. Чаплю-ка накатим и навести. Навести ему. Так поначалу с мусорком разберемся, что ты нам на хвосте приволок. И зараз. Квалда, помнишь, ты на складах хотел завалить его? Сам же уж не дал. Так шо? Иначе не поздно. Так может он не за брундуком подтянулся, а так по пивку просто. Посыдем. Продолжение следует. Продолжение следует. Не понял. Поликарпыч, кто-то счет просил. Пивка бы принес лучше. Молодой человек звонил по телефону. Нужен вам этот гембель, если он на минуточку милиционер. Армен, Смешание, возьмите на себя черный ход. Мишка Джан, заводи кирогаз. Что, брундучок, опять накосорезил? Клавка с базара, сука, заложила. Зато после по базаре Мазара собрываться надо. Ша, Жиган, ша, не рыпайся. Наканаем на троих. Если мент пасет нас, почапаешь за ним, грохнем его сразу у выхода. Если нет, выйдешь чуть попосля. И уже мы поглядим, пошел он за тобой или нет. Мы будем ждать напротив, в проулочке, в тенечке, по надзаборам. И шо? Как шо? Тормознет мент, значит, еще поживет. Клин, за тобой наладится, значит, судьба. Не ходи за ними, они тебя срисовали. Выход через черный ход. Левая дверь в холле, пошел. Ты что, мужик? Ты по что маэстро обидел? С дороги, военный! Чего? С дороги, сука! Завалю! Давай! Доктора надо! Доктора! Доктора! Смешайте, здесь! Не-ка-маха. Поехали! Мне-ка-маха. Я-ка-маха. Мне-ка-маха. За что ему ходим? Алло, малюк, алёный! Что-то долго! Кувалда! Ну, валяй, что там да как? Пошёл! На, шалупой! Что, встал, кувалда? Давай, сваливать надо! Давай. Давай, давайте покар 은 higher. Давайте покарпим к вам! Я с вами на чём. Я с вами на чём. И так, уже полночек пистолет достать! Перед какой-то конспорт! Да, вы тоже приготовили. Да, понял. А есть какие-то особые приметы? О, здорово, дед Ворол! Не может быть, сам Федор Акимович. И как вы себе имеете? Так себе. Что случилось? Каленова повидать хотел. Что-то он мне не дождался. Не подскажешь, где с ним пересечься? Не сторож, я брату своему. Понятно, не подскажешь. Боюсь, вы как всегда правы. Так пей, что держать. Здоровье. И документ приготовь для порядка. Начинается. Что тут у тебя, Федор Акимович? Ну вот, знакомься, Егор Никитич, дед Ворола. Вроде законопослушный гражданин, даже паспорт на руках имеется. А на самом деле? Законник. Как говорят, вор Непманский. Коронован в 29-м. Я извиняюсь, граждане, стол не имеет вида, чтоб пригласить. Перебьемся. Так понимаешь, что не скажешь ничего? Чтобы да, так и нет. Имею спросить вопрос. Мы же не того ищете? Ну что вы, у меня уже полчаса, что я... Ну что, мужики? На сегодня я по домам? Да. Миш, подбрось ребят в общежитие. Хорошо. Городжан, а ты не едешь, да? В госпиталь за ночью. Федь, ты решил, как мы завтра дежурим? Так договорились? С утра Роман, с обеда я, потом яха. Слушай, надо поменяться, да? С утра я поеду на базар, накатят на эту клаву, Арра, я уверен, да. К семье подойду. Угу. Ну так что, поехали. Идите, Арра, я догоню. Городжан, я хочу говорить с тобой серьезно. Прямо серьезно? Да, серьезно. Три дня уже хочу. Слушаю тебя, Армен. Слушай, я на почту заезжал. Так. Я подумал, ты с Нахичевани, папу, маму ее знаешь. Арра, ты мне друг, да? Сговариваемся. Молодец. Но солнышко-то не против? И как против. Совсем даже за. Поздравляю. Когда? Слушай, завтра с этими каленными-шмаленными разберемся и решим. Да. Вот такая история, Лех. Угу. Непростые бандюки оказались. Ну и ты тоже, Город, не лаптим щи, а? Хорошее дело. Придумал. Да? Так, ребятушки. Кончайте разговоры. Вернуть за лисей. Переезжайте. А. Ну-ка, давай, герой. О, сам, 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 сам. Ну, давай, сам. Бабганя, а куда переезжаем? О, опа. Место шикарное. На шестерых. На второй этаж. Так мне же уже приготовили на третьем, а? Как это? Кто? Да вот. Егор Никитич с Дарьей Кирилловной посоветовались. Правильно? Леш, че? Я, конечно, понимаю, что тебе по ранению положено. Ну, есть же какие-то вещи. Ты на себя посмотри. Куда ты собрался? Не, погоди. Я тебе серьезно говорю, Егор. А я-то, думаю, о шутке шучу. Ну-ка, Бабгань, выйди на минуту. Выйди, выйди. Леша. Противник у нас. Зверь. А тебя вон ветром шатает. Да ты че? Да с непривычки просто, это понимаешь? Да, спалый, отойди. Отойди. Ать! А? И никак иначе. Музыка. 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 Музыка.